Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы продолжаем цикл лекций по вопросам раскрытия информации в Едином Федеральном Реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на сайте fedresource.ru Начать сегодняшнюю тему мне бы хотелось с раскрытия информации в форме чистых активов. Такой выбор случился не зря. Дело в том, что раскрытие информации в форме чистых активов – это самый простой, самый понятный механизм. Обязанность по раскрытию информации в форме чистых активов у нас появилась, задумайтесь об этом, коллеги, с 1 января 2013 года. Именно с этой даты необходимо раскрывать информацию в форме чистых активов двум категориям лиц. Это акционерное общество, все без исключения, открытые, закрытые, публичные и непубличные. С 1 января 2013 года каждый из таких юридических лиц, акционерных обществ, обязан был раскрывать информацию в форме чистых активов. И общество с ограниченной ответственностью. Но не все, а только те, которые публично осуществили размещение облигаций или иных ценных бумаг. Ну, общество с ограниченной ответственностью, которое в России разместили облигации, их довольно мало, по-моему, если я не ошибаюсь, до 100 штук всего. Те, которые размещали иные виды ценных бумаг, опционы или что-то аналогичное, мне вовсе неизвестно. Поэтому, наверное, разговаривать об этой категории юридических лиц смысла особого я не вижу. Поэтому мы с вами сегодня сосредоточимся на акционерных обществах, которые обязаны были раскрывать информацию в форме чистых активов. Наверное, я начну с исторического экскурса. Напомню, что обязанность по раскрытию информации в форме чистых активов появилась с 1 января 2013 года в связи с изменением, внесенным в 129-й федеральный закон. Там появилась новая статья, статья 7.1. И вот под пунктом К, если я не ошибаюсь, статьи 7.1 федерального закона госрегистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 129-го ФЗ, появилось требование необходимости раскрытия информации в форме чистых активов. В принципе, этим требование и ограничивалось. Единственное упоминание о том, с какой же даты публикуются все сведения в 129-м ФЗ, было упомянуто, что все сведения публикуются в течение трех рабочих дней, если иной не предусмотрено федеральным законом. Ни на момент вступления редакции статьи 7.1, ни на текущую дату, ни одним иным федеральным законом не предусмотрено иное. Поэтому публиковать информацию о стоимости чистых активов, согласно общего правила, мы будем в течение трех дней с даты наступления соответствующего события. Безусловно, крайне важным является термин соответствующее событие, потому что с расчетом стоимости чистых активов не является столь очевидным понятие соответствующее событие. То есть закон нас ограничивает в праве раскрыть информацию в течение трех дней с даты наступления соответствующего события. Что является термином «соответствующее событие применительно к порядку расчета стоимости чистых активов», просто так однозначно ответить на вопросы не представляется возможным. А говорю, что на практике бытует несколько точек зрения. Расчет стоимости чистых активов, для меня лично, я, наверное, скажу, начну со своего личного мнения, присоединяться и прислушиваться моего мнения, это уже дело каждого из вас, но я скажу свою личную точку зрения. Моя личная точка зрения заключается в следующем. Я рекомендую раскрывать информацию о стоимости чистых активов в течение трех дней, всякий раз, как только стоимость чистых активов будет рассчитана соответствующим лицом. Ну, чаще всего это делает главный бухгалтер. Такая позиция убережет вас от возможности привлечения к ответственности. Какие еще бывают точки зрения? Бывает точка зрения, согласно которой рассчитывать чистые активы мы можем, но конечная величина чистых активов будет являться соответствующей только после сдачи бухгалтерской отчетности. То есть, кто-то предлагает рассчитывать с даты сдачи бухгалтерской отчетности, кто-то с даты предоставления бухгалтерской отчетности в электронном виде, кто-то с момента подписания бухгалтерской отчетности, Кто-то с момента утверждения бухгалтерской отчетности общим собранием акционеров, а кто-то с даты подтверждения бухгалтерской отчетности аудиторским заключением. Повторюсь, я не буду сейчас оспаривать и критиковать иные точки зрения, я просто говорю о том, что моя точка зрения позволяет мне, моим коллегам и партнерам с высокой степенью вероятности защитить интересы клиента и доказать, что раскрытие информации в течение трех дней с даты расчета, фактического с даты подписания документа, содержащего величину чистых активов, является надлежащей датой для отчета трех дней для раскрытия информации в форме чистых активов. Я надеюсь, вы услышали мою точку зрения и будете придерживаться именно ее, хотя, повторюсь, ваше право придерживаться любой иной точки зрения из вышеупомянутых. Что еще важно знать о стоимости чистых активов? Повторюсь, требование появилось с 1 января 2013 года. На момент вступления данной редакции 129 ФЗ, которая заработала с 1 января 2013 года, у нас существовал приказ, совместный приказ Министерства финансов Российской Федерации и Федеральной комиссии еще по рынку ценных бумаг. Это Министерство финансов 10 Н и ФКЦБ 03 Дефис 6 ПЗ. Это был приказ от 29 января 2003 года. Соответственно, всем нам известный приказ, главные бухгалтеры, именно по этому приказу, приказ назывался в утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, То есть, именно по этому приказу главные бухгалтеры рассчитывали для нас, корпоративных юристов, и для своих личных целей стоимость чистых активов. Чем нам интересен данный приказ? Дело в том, что законодательство не регулирует даты, в которые мы обязаны рассчитать стоимость чистых активов. А вот именно данный приказ, он как раз и содержал в себе пункт 5, который звучал следующим образом. Оценка стоимости чистых активов производится акционерным обществом ежеквартально и в конце года на соответствующие отчетные даты. То есть, коллеги, что это нам дает? Это нам дает следующее, что на момент вступления 129 ФЗ и до момента отмены этого приказа, мы обязаны были рассчитывать стоимость чистых активов ежеквартально, и, соответственно, всякий раз, когда мы ее рассчитали, мы должны были ее опубликовать. До какой даты мы обязаны были делать это ежеквартально? Мы обязаны это были делать до 28 августа 2014 года, когда у нас появился новый приказ. Это уже приказ Министерства финансов Российской Федерации, приказ от 28 августа 2014 года, номер 84Н, об утверждении порядка определения стоимости чистых активов. Он, безусловно, признал утратившим силу предыдущий приказ, на который я ссылался, а также несколько иных приказов, которые регулировали порядок расчета стоимости чистых активов нестандартных компаний, таких как организаторы азартных игр и так далее, то есть, в принципе, не особо относящиеся к делу. Но, коллеги, к чему я рассказал про два этих документа? Я рассказал к тому, что с момента вступления закона в силу до момента отмены предыдущего приказа, регламентирующего порядок расчета стоимости чистых активов, публиковать величину чистых активов необходимо было ежеквартально. И поэтому, постепенно переходя к ответственности за нераскрытие информации в форме чистых активов, я бы сказал следующее. Отвечая на вопрос, надо ли восстановить все предыдущие величины чистых активов в Едином Государственном Реестре о фактах деятельности юридических лиц? Мой ответ надо. Почему? Потому что, если мы внимательно почитаем статью 14.25 КОАП РФ, которая была дополнена пунктами 6, 7 и 8, которые регулируют ответственность, мы увидим, что пункт 6 говорит о том, что если мы раскрыли информацию несвоевременно, то есть с нарушением сроков, то у нас предусмотрены две формы ответственности. Первая форма ответственности – это замечание. И вторая форма ответственности – это штраф до 5 тысяч рублей. То есть предупреждение должностному лицу, либо штраф до 5 тысяч рублей. В случае, если мы не раскрыли или раскрыли недостоверные сведения, у нас уже уходит такая форма привлечения к ответственности, как предупреждение должностному лицу, и остается только форма ответственности финансовая. Это штраф 5000 рублей, от 5 до 10 тысяч рублей, если быть точным. И самая неприятная форма ответственности, она предусмотрена за повторное нарушение, это пункт 8 ст. 1425 КОАП РФ. Эта форма ответственности предусматривает при повторном совершении нарушения, предусмотренного ст. 1425 КОАП РФ. Так вот, она предусматривает штраф от 10 до 50 тысяч рублей на должностное лицо или дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет. Почему я так подробно остановился на ответственности и рассказал это в контексте действовавших норм и правил раскрытия информации в форме чистых активов? Потому что, как ни трудно посчитать, если вы ежеквартально не раскрывали информацию в форме чистых активов, то вы допустили многократное нарушение, повторное нарушение раскрытия информации на сайте fedesource.ru и гипотетически у вас сейчас существует вероятность привлечения к административной ответственности по максимальной статье, по пункту 8 ст. 1425 КОАП РФ. В связи с регулярным, систематическим, в том контексте, в котором это употребляется в 1425, повторным нарушением сроков раскрытия информации на сайте fedesource.ru Говоря об ответственности на сайте fedesource.ru, я бы порассуждал немного на предмет того, является ли данное правонарушение длящимся, и можно ли вот так рассуждать, как только что рассудил я. Я вам говорю, безусловно, максимальную финансовую и правовую угрозу, да, а как фактически потом установит суд или надзорный орган, который будет вас привлекать к ответственности, безусловно, это уже покажет практика. Но, исходя из практики работы на рынке ценных бумаг, я видел судебные решения, которые позволяли центральному банку, вернее, на тот момент еще федеральной службы по финансовым рынкам, привлечь за одно и то же нарушение дважды. Например, за такое нарушение, как нераскрытие списка аффилированных лиц, привлекали дважды. Первый раз за факт нарушения пропуск срока раскрытия, и второй раз за, собственно говоря, фактически за само нераскрытие, то есть по двум статьям. То есть, а. статья не раскрыли в принципе, и б. раскрыли с пропуском срока. Ну, это не совсем корректная позиция, на мой взгляд. Но, тем не менее, задумайтесь, если вы в 2013 году не раскрыли необходимое количество сообщений, и вас не поймали, то я бы рекомендовал раскрыть и сидеть, спокойненько ждать один год, ждать срок привлечения к административной ответственности, то есть истечения срока. Потому что, если вас поймают, и у вас не будет раскрытого сообщения, то наиболее вероятно вас привлекут к ответственности по более жесткой статье, а именно не раскрытие вовсе. Не пропуск срока, а не раскрытие вовсе. И более того, когда вы раскроете, после того, как вас поймают, потому что невыполнение обязанностей и привлечения к ответственности не освобождает вас от необходимости выполнить обязанность и все-таки раскрыть это сообщение. Так вот, когда вы его все-таки раскроете в 2017 или уже теперь только в 2018 году сможете раскрыть, то это будет раскрытие с пропуском срока. То есть, это такая более мягкая статья. В принципе, коллеги, то, что касается раскрытия информации в форме чистых активов акционерного общества, наверное, пожалуй, это все. Я желаю вам удачи в бизнесе, желаю вам не нарушать законодательство. Я надеюсь, раздел раскрытия информации на сайте fedresurs.ru в форме чистых активов будет для вас полезен. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok